Подготовка к президентским выборам 25 мая проходит в стрессовой обстановке. Об этом рассказал председатель правления Донецкой областной организации Комитет избирателей Украины Сергей Ткаченко. Весь этот кризис, который мы сейчас наблюдаем в Донецкой области, общественно-политически, он значительно сказывается на подготовке к избирательному процессу, к дню голосования, на работе окруженных избирательных комиссий. На данный момент мы можем сказать о том, что всего лишь две или три комиссии могут организовывать избирательный процесс в нормальном режиме. Серьезной проблемой Сергей Ткаченко считает нехватку кадров в составе избирательных комиссий. К сожалению, большая часть комиссий сейчас испытывает огромную проблему с формированием и с организацией работы участковых избирательных комиссий. Связано это в первую очередь с тем, что люди отказываются, то есть они боятся того, что это будет носить определенные последствия для их жизни и здоровья. Традиционно избирательные участки находятся в школах. Многие из них стараются не афишировать свое участие в выборах. Так, в Ворошиловском районе Донецка соседний учебно-воспитательный комплекс номер 5 и общеобразовательная школа номер 22 предоставили избирательным комиссиям помещение и необходимую аппаратуру. Однако табличек, сообщающих о том, что 25 мая здесь можно будет проголосовать на фасадах зданий, нет. Где-то порядка 7 комиссий вообще на данный момент работают, ну скажем, в экстренных условиях, потому что связано это с захватом помещения окружных избирательных комиссий. Часть комиссий работает вообще подпольно на квартирах и так далее, прячет избирательную документацию. В частности, буквально несколько часов назад была захвачена 44-я окружная избирательная комиссия, это Кировский район города Донецка. То есть во время проведения обучения ряд вооруженных людей зашли, потребовали вызвать Гуголову окружную избирательную комиссию, ее взяли в заложники и на данный момент, насколько нам известно, удерживают в областной администрации, требуя, чтобы окружная избирательная комиссия прекратила свою работу и участковая избирательная комиссия этого округа. И тогда в обмен на это они освободят председателя. По всему региону работают по графику только районные округа Красноармейского и Добропольского района, то есть участков, которые находятся на границе с Днепропетровской областью. Можно уже прогнозировать, что будет большое количество избирателей, которые попросту окажутся на тех избирательных участках, которые не откроются или будут испытывать перебои в своей работе. Но в любом случае мы пытаемся на данный момент, скажем, организовать этот процесс настолько, насколько это возможно. То есть мы надеемся, что, безусловно, будут проблемные участки в каждом округе. Ну или, скажем так, во многих округах. Но я думаю, что в каждом округе будет возможность, ну, как бы, по крайней мере, большинству избирателей проголосовать. Ситуация с предвыборной кампанией остается довольно сложной. Однако в комитете избирателей советуют не бояться выражать свою позицию.